всем привет вы на канале my light а я снова проекта валяю сегодня тапочки два слоя сверху у меня будет вырезала из пупырки из обычного полиэтилена прямоугольники ширина 22 сантиметра длина 36 сантиметров эти у меня двойные прямоугольники и сейчас мне нужно сделать из них овалы просто уберу углы с одной стороны и с другой стороны сейчас сделаю то же самое вот итого 4 шаблона вот этот из пластика из обычного можно сделать поменьше потом объясню для чего буквально сантиметр убираю по всему контуру привожу посмотрю насколько получилось меньше значит нужно еще что по всему контуру было на сантиметр меньше чем пупырчатый шаблон О, нормально Не знаю, видно это или нет Вырезаю из какой-то тут тканюшки Синтетической По шаблону С пупырки, чтобы цветочков было Побольше выбираю такое место Сделаю припуск Сантиметр буквально, потому что все равно Ее все перекосит Главное, чтобы было больше А не меньше Когда больше отрезать, то можно Тканюшку я сразу причешу с изнатки Металлической щеткой Будет у меня 100 грамм шерсти Это полутонкая шерсть для валяния 26,7 микрон И сверху у меня будет со стороны Верху у меня будет два слоя Один из которых будет с тканью Шерсть у меня двух разных оттенков Шерсть у меня двух разных оттенков Вот этот у меня будет низ Вот я разделила пасмой На каждую у меня уют Два оттенка Вот этот снизу будет А этот сверху Начинаю раскладку Я выкладываю по контуру сначала Потом исполняю середину Тонкими прядками Выступая за края полтора-два сантиметра Ну, иногда и больше получается У меня же глаз не алмаз далеко уже Тупыми кончиками наружу Серединку я буду заполнять козликом Тоненько Я стараюсь тонко Но получается все равно толсто Так, это вот у меня первый слой Якобы первый Так, вот это второй слой Раскладка уже другая Вдоль шаблона Также по контуру Вдоль Тут уж я не знаю, насколько у меня там выступает Стараюсь не сильно выступать И заполняю серединку Также вдоль Немножим прядками Сейчас перпендикулярно предыдущему слою Все то же самое Я повторю со вторым шаблоном Все то же самое Это у меня будет внутренняя сторона тапки Ух ты, какая толщина Уже не берется так тонко, потому что тут уже чуть-чуть осталось Так, ну вот я разложила слой и у меня еще осталось Да, у меня три слоя уже положены И еще клочок остался Поэтому я опять перпендикулярно положу Хуже мне от этого не будет Тонкими прядками Прям еле-еле Закрывает предыдущий слой Еле-еле Потому что совсем клочок остался Да иногда и вытаскивается Очень жирная прядка Ну все, собственно говоря, у меня хватило Итого четыре слоя Последний слой самый тонкий Стоит сделаю вот так вот И повторю то же самое с другого Разложила Куб шаблона Брызгаю Мыльной водой Набрызгаю Накрой пленкой Переверну И сделаю то же самое С другой стороны Конечно, не забуду Разогнать воду К конца Баликом Прижму ладонями сначала А теперь воду к краям Чтобы края у меня хорошо загибались Все, сейчас переверну Загну И буду раскладывать Тем же самым цветом Это у меня будет внутренняя Внутренняя сторона тапка Загибаю Загибаю Вот такой пирожочек у меня получился Ватрушечка И раскладываю В следующую сторону У меня полностью готовы Обе стороны одного цвета Сейчас я положу Вот такой вот Шаблон Для того, чтобы у меня верх Получился Двуслойный И начну Раскладывать В другой цвет Все то же самое Сначала по контуру Выходим 2 см А все резинки Буду заполнять Козликом Разложила Одну сторону Оттенка Другого Другого оттенка Положила Тряпочку Сверху То же самое Сейчас буду повторять На втором шаблоне Полью водичку Все это пока помогает Накрыла пленкой Разгоняю воду На края Чтобы лучше Выгибалась Переворачиваю Оттягиваю края Он Спасибо за это Полью водичек Подъектив Я решила Польюду Для того Незавиunt Незави тест hail Незави NFL Осен Что А А А А А А И раскладываю в оставшуюся сторону, как обычно, как до этого. Перпендикулярно краю, середину заполняю козликом, последующие слои перпендикулярно друг к другу. Разложила, накрыла, держала, разогнала воду. Перевернула. 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 Подогнула. Перевернула. Накрыла пленкой и прожужжала. Шерсть я уже притерла. Шерсть у меня благополучно свалялась, привалялась чуток. А вот эта вот сраная синтетика, она не хочет приваливаться. Расчесала я ее маловато. Дыр понаделала мало. Поэтому, я не долго думая, я просто пришью. Просто. Потому что, если она вначале у меня не привалялась, она уже не приваляется. Вот. Вот. Ох, какой узел получился. Вот. Такие дела. Просто тупо пришью. А потом то, что с краю не приваляется, я это все отрежу. Не люблю я синтетику. А куда деваться? Уж больно цветочек мне понравился. Вот. У меня получилась полная фигня. Эта синтетика не приваливается даже пришитая. Сказать, что я разочарована, это ничего не сказать. Жалко потерянного времени. Конечно, можно сделать какой-то еще лимонад, как говорил Корнеги. Если вам достался лимон, сделайте лимонад. Ну, не знаю, что из этого получится. Вообще не приваливается. Вообще. Вообще. Та технология, по которой я работала, она вообще не подходит. Возможно, надо было сверху покрыть еще шерстью. Но сейчас-то уж что. Сейчас уж ничего. Сейчас посмотрим, что будет. Этой синтетической ткань никак не приваливается. Вот. Дыр надо было побольше делать. Но я уж не буду этим сейчас заниматься. Вторую я не пришила. А первую я сейчас разошью. распарю. Вот, разошью. Господи, не русский человек. Вот. Даже не знаю, что сказать. отодрала я эту ткань. Отодрала я эту ткань. Тут у меня получился как от поварихи пирог. Ничего с этим не поделаешь. Там еще пластиковая, пластиковый пакет был отдыхается. Сделаю-ка я сразу надрез. Как я буду делать надрез? Наверное, вот так. Полукругом. Вот у меня будет вперед. Это у меня будет взад. Да. Так и сделаю. Понятно, что тут еще не надо было так рано резать. но у меня уже терпения не хватает. Я вся в растрепанных чувствах. Так. Это у меня будет типа язычка. Вот. Все. Уберу вот эту штуку. Она мне не нужна. Да. Да. Даже не знаю, что сказать. Ну, теперь просто будут болять. Рассказать мне нечего. Буду вот так вот делать. У меня же сверху два слоя. Чего я один-то отрезала? Мне надо оба отрезать. Так же такую улыбку сделаю. Вот. И буду следить за тем, чтобы у меня эти два слоя не свалялись. Может, даже я поступлю следующим образом. Выверну наизнанку. У меня будет это. Точно. Тут у меня ровненько и очень хорошо. А тут у меня всякие, хотел сказать, плохие канты. Но это же очень некрасиво. Это уже ужасно. Короче, пока я буду валять. Поскольку у меня внутренний край должен вылезать из-под внешнего, мне нужно внешнего валять побольше. Как у меня была в самом начале одна улыбка, так она и осталась. Здесь я просто растягиваю таким вот образом, с усилием. Сейчас моя задача натянуть на колодку. Резать, конечно, можно вырезать, но я не хочу. Я хочу увалять пятку. Чтобы у меня вот это вот отверстие ушло еще на сантиметр. Буквально вниз. На пятку. Чтобы пятка была плотнее. То есть у меня отходов никаких быть не должно. Я ничего не должна вырезать. У меня все должно уйти, уваляться. И притом внутренний край должен выходить на сантиметр по всему контуру. Вот так вот должно у меня быть. Поэтому мне придется внешнюю сторону повалять посильнее. Вот чем я, собственно говоря, сейчас буду заниматься. Умы я не могу растянуть. В противном случае я вообще рискую не натянуть на колодку свой размер. Поэтому я просто уберу на пяточки один сантиметр. И здесь я сделаю то же самое. Вот она у меня налезет, надеюсь, на колодку. Вот уже лучше. Но все равно придется силой боюсь камеру столкнуть. Свешилось чудо. Я натяну на колодку. Теперь мне нужно увалять внешний слой. Любыми способами. Если я хочу, чтобы у меня внутренний был виден. Вот таким вот образом. Поэтому я внутренний буду вытягивать, а внешний уваливать. Естественно, где у меня такая штучка осталась. Я подрежу. Не буду мудрить. Подрежу, да и все. Но уже сам факт, что я натянула на колодку, меня уже это радует. Осталось увалять. Сегодня видео смотрела, там мужчина пожилой говорит, что я выплещу. Отец научил делать так. Берет, короче, колодушку. Киянки. Типа киянки. И долбит по этой пятке. Со всей дури. Прям вот так вот. Мне это очень понравилось. Это, чтобы пятка встала на свое место и была как, ну, как камень плотная. Я пока долбила, весь ролик себе сломала. Оно мне очень понравилось. Мне как раз надо, чтобы пятка увалялась хорошо. Он прям вот так вот со всей дури. Видите, сразу появляется складочка. Нравятся мне такие дядьки старые, которые что-то соображают. Так как у меня, тапка у меня подсохла, и я начинаю орудовать бритвой. Вот так было, и вот так вот ровненько стало. Вот так вот. Это так вот. Я начинаю походить. Так вот. Так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двусловие сверху была задумана для этих дырочек. Но как-то не впечатлило. Либо рисунок не очень. Короче, надо дизайн придумывать другой этих дырочек. Да и контраст не виден особо. Все-таки хотелось бы, чтобы просвечивало через эти дырочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok